То, что у меня произошло тут вчера, мне уже даже не показалось странным, потому что это уже не первый человек, кто мне такое говорит Значит, встречаю я человека, он меня узнает в магазине, подходит и спрашивает, когда новое видео При условии того, что видео по расписанию вышло где-то, наверное, полчаса назад И до этого, предыдущие дни, видосы тоже выходили Я говорю, в смысле, типа, сегодня вышел Он такой говорит, а я, типа, не видел твоих видосов где-то, говорит, с сентября А тут вчера, говорит, зашел к тебе на канал, у тебя там шапка другая, аббатарка другая, типа И решил, что вообще канал угнали и больше видосов не выходило В общем, он уже не первый человек, кто мне такое сказал И я сам перестал получать оповещения о выходе своих же видосов Мне это нужно, чтобы отслеживать, что все вышло по расписанию Что я там сделал посты все, где надо в соцсетях, что, ну, как бы, на мобилу И мои собственные оповещения мне не приходят, короче Мало того, я очень часто стал замечать, что я не вижу оповещения даже о каналах На которые я подписан и регулярно их смотрю То есть я захожу в список подписок на Ютубе и не вижу новых видосов То есть, ну, грубо говоря, у меня должна быть там лента из новых видосов, которые у них вышли Я захожу к ним на канал, видосы есть, но в ленте их нет Как это происходит, я не знаю, но, судя по всему, Ютуб меняет алгоритмы Опять какая-то колбаса с этим происходит Твои же собственные подписчики не получают оповещения о выходящих твоих видосах И видосы смотрят только люди, которые по поиску, по каким-то тегам находят То есть даже не из предложки Предложка начинает работать тогда, когда твои подписчики резко посмотрели видос И Ютуб его автоматом начинают распространять Вообще это называется теневой бан Из-за чего такое происходит? Ну, я не знаю Вполне возможно, что из-за огромного количества видосов с авторскими правами И там какие-то блокировки даже Копирайт-клеймы и вот эта вот всякая прочая чепуха, которая постоянно происходит Вполне возможно, что из-за этого Поэтому у меня для вас одна маленькая просьба Грубо говоря, вы сейчас заходите там на главную страницу канала Или здесь прям под видосом нажимаете на кнопку подписаться Да, то есть если вы не подписаны, естественно, да Если вы подписаны, вы нажимаете отписаться Сразу же подписаться И колокольчик нажимаете Там надо выбрать все оповещения, а не по интересам Потому что по интересам оно не работает Оно начинает вам присылать совершенно другой контент Короче, то есть ты делаешь колокольчик на какой-то определенный канал А тебе начинают присылать автомобильные обзоры И ты такой Чё? Ну вот, это очень круто поможет Если вы прямо сейчас отпишетесь, подпишетесь Включите себе колокольчик, чтобы получать все оповещения Потому что, ну, с этой штукой Кроме как вот таким вот образом перезагрузиться Бороться, мне кажется, очень сложно Ну, здравствуйте, мои хорошие Сорян, что я так вначале отлег на целых три минуты Но просто вот такая вот фигня произошла Вы просили сделать обзор на новогоднюю маску Мы это сделаем в формате реакции Поэтому у нас там будет вот здесь вот окошко В которое будем смотреть какие-то фрагменты Естественно, из-за того, что это телевизионная передача Я не смогу показывать вам все Потому что видос забанит Просто моментально, если там больше какого-то там Трех секунд иногда бывают видосы Поэтому мы оставим самые интересные моменты И вокальные, и музыкальные какие-то, может быть Я не знаю, что там ожидать Потому что, когда я открыл канал НТВ Где, собственно, маску выкладывают на Ютубе Я увидел, что она длилась целых Пять с половиной часов, Карл, это Это, короче, на несколько видосов, сто процентов Я думаю, что штук по десять максимум будем делать Ну и прежде чем мы с вами начнем Я вам напомню то, что ребята из магазина Skiff Music Ежемесячно проводят розыгрыш музыкальных инструментов И в этом месяце они разыгрывают электрогитару Фернандес Вот здесь вот можете наблюдать ее в видосе Условия очень простые Вам нужно совершить покупку всего на две тысячи рублей И номер вашего заказа будет вашим лотерейным билетом Ссылочка на магазин и сам розыгрыш я вам оставлю в описании И помните, что по промокоду HELLSCREAM Вы сможете получить у них очень вкусную скидочку Так, и первым у нас тут идет Pretty Woman, Банан и Вячеслав Макаров Интересненько Но костюм Банана меня всегда радовал, вы помните об этом Прикольно, они в интервал поют еще Не, Макаров красавчик просто Такой звук плотный у него Так, стоп, важный момент Я хочу посмотреть очень важный элемент Который вот с этими микрофонами Он меня просто всегда выбешивал Если они... Ну это вопрос не к музыкантам А к режиссеру-подстановщику, который снимает Потому что, ну это Shure 55H модель, которая, да То есть в нее поют не сверху Вот, собственно, вот мышка, не знаю Видно, наверное, на экране Вот не сюда, вот так вот А вот с этой стороны Поэтому для Банана было бы правильной стойку Немножко повыше поднять И нагнуть микрофон назад Чтобы как бы вот он вот так вот перед ним стоял И следующий момент, который меня всегда Просто взрывает Это то, что Ну, для виду хотя бы Возьмите, воткните XLR кабель в микрофон Ну пожалуйста, там же видно, что Не знаю Это прям Киркоров я не могу Так, я мотаю на... С компрессированием, конечно, жестко очень Такой объемный звук прям Ой, красота какая Вот это вот Ну то, что они вдвоем в интервал поют Это так круто звучит Макаров прячет то, что нету XLR Я могу банан Да, да, да Прям У банана голос Я, кстати, не помню даже, кто в банане был Хе-хе, такой прям Костюшкин что ли был в банане Не, Макарова голос, конечно, вообще огонь Он еще сведен так круто, прям ровненько все Ой, прям Это вот, знаете, когда по всем телам Вот тут у него прям звук отовсюду идет Back to me А вот, микс пошел Ой, хорошо Радует, радует Можно без хардкора, который у меня Ой, волк и олень Вот знаете, когда прям вот ничего лишнего Типа, чего это такое? Не, ну долина, вот плотность звучания долины Это просто такая жесть Она настолько мощнее звучит всегда При этом вроде как бы чувствуется, что поет легко, да? Но мощь прям такая Не, ну долина просто Это даже не слово могет описать Я не знаю Там, конечно, местами что-то прям протюнено сильно Цифрой отдает Но все равно, продакшн У Карины, конечно, помягче немножко голос Потому что у Дольфы прям Он со звоном с таким Блин, если весь выпуск такой будет Это прям Огонь Ну, интервал, пожалуйста Типа Смотрите, как они в миксовый звук легко выходят И вообще прям вот Нету вот этого Какого-то прям Ну, сейчас что-то должно быть, ну Прям Вот они Интервальчики-то Вот этот На фон арисовано прям Ну, в смысле Выправлено Чтобы такое прям Получилось Не натуральный звук Как бы так можно сделать Но оно не так звучит Ооооо Это прям Головной прям Помните, я говорил про грандиозность Какое-то, да? Шоу Чтобы тот же самый Финал голоса Ну, вот такое вот Должно быть Что-то прям зажигательное такое чтобы прям разлеталась прям уныние начинается когда просто то что-то просто ну-ка да серьезно там как ой жесть ну там не все конечно такой дэнсинг queen вон pretty fly что don't worry be happy у жесть хороший набор вот это вот грандиозность о которой я говорил да то есть вот этот угар конечно по-любому что-то такое будет супер лайтовый но наполнение такое прям мишка хоккеиста корщики какие-то барьер юнг вен Субтитры сделал DimaTorzok 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 Очень странно звучит Life is life Together, my friends Let's clap the hands Life is life When we all feel the power Там Ну, может, телеведущий какой-нибудь Или спортсмен, как обычно Честно, не знаю Ну, типа, я не смотрел Разоблачение маски новогодней Так, и давайте Как раз вот у нас Получается Pretty Fly Рева и Заяц О, Рева, красава Ну-ка, а ну Там пауза же должна быть А микрофон, что, потерял? Просто уже Все Ну и, конечно, не хватает вверх Надо, чтобы Лектора там сверху просто Она еще пониже Все Хотя, может, они просто опустили Эй, эй, прям Эй! Ага, ага Максимальный самец просто Сплошная бочка Бэйби, ага Бэйби-а-аааа Не, ну, конечно Просто слили песню вообще Здесь надо реально как панкуха орать, а не что-то даже оригин... ну, судя по... Да, они, походу, опустили её прям. Ну, да, конечно, круто, что в Спринг показывают по федеральному телевидению. Даже сплошная бочка там проскочила где-то далеко в Новороссийске. Сейчас радуется один барабанщик, что бочку много включили по федеральному телевидению. Целых четыре такта бочка сплошная проиграла. Но это, конечно, я бы сказал на троечку. На троечку, да. Вот, такие вот дела. Короче, вы что делать, знаете, подписаться, что куда, как. Кстати, к вопросу о всех вот этих приколах. Я закрыл наглохо Патреон, потому что народ постоянно пишет личку, теряется там, потому что на английском всё написано, прочитать перевести не могут. Вот, я всё сейчас переношу сюда, в спонсорскую подписку на Ютубе, где несколько уровней там, типа, просто донат поддержать канал, он 249.99, да. Соответственно, дальше там будет как раз «Ребята вокалята» раздел, где у вас будет доступ к эксклюзивным видеоурокам по вокалу, ответам на вокальные вопросы и вот этой всякой мелочи такой. И, соответственно, там уже дальше суперспонсоры всякие пойдут, которые просто хотят очень круто поддержать канал, но при этом ещё получить доступ вот к всяким таким ништякам. Там эмоджи всякие, ну, короче, там всё написано, вот ссылочка прям под видосом, там, спонсировать, нажмите, посмотрите, я там всё, в принципе, расскажу, там всё расписано. Ну, а если этот видос был для вас весёлым, полезным и познавательным, мы с вами ещё увидимся. Не забудьте подписаться. Пока!